Ну, а у нас уже представляют мужчин. Вот интересно, как здесь, какая командная тактика у кого проявится. У нас, в общем, тоже неплохой коллектив Данила Семеряков и Руслан Захаров. Ну, Данила, в принципе, очень неплохо выступал по сезону. Единственное, что его в полуфинале в Херенвене дисквалифицировали там за легкое касание соперника. Поэтому не попал он в финал, к сожалению. Ну, а нам давайте по именам. Первый номер лидер Кубка мира Чону Нума. Ну, так, все тут номера розданы в, соответственно, положение в Кубке мира. Второй номер у Барта Свинкса. Третий у Руслана Захарова. Четвертый у швейцарца Лео Венгера. Пятый номер голландец Крис Хёйзинга. Шестой у Джой Мантии. Ну, что, тоже, в общем, горастные сюрпризы в мастарте Джой Мантия Андреа Дживаннини. Под седьмым номером восьмой Симон Скаутен. Голландец Джуньянин. Девятый номер у китайца. Десятый Джей Ван Чун. Кореец. Одиннадцатый канадец Джордан Белкас. Двенадцатый Риосуки Цучия. Тринадцатый, кстати, Латвии Харальд Силовс. Четырнадцатый Виталий Михайлов, о котором мы сегодня вспоминали, о его победе в Тамакамай. Пятнадцатый у Данила Семеряков. Шестнадцатый номер у Виктора Хальторопа. И семнадцатый у Шейна Вильямса. Семнадцатый только человек, не восемнадцатый, в отличие от девушек. Стартует у ребят. Ну и Шейн Вильямс на двадцать второе место япония занимает в Кубке мира. Тоже здесь нет шестнадцатого номера в Кубке мира. Это Алимасайка Ханвай. Китайцы. Первый круг такой разгонный, все так разминаются. Ну и Чонунум, безусловно, сюрприз этого сезона. Мы уже рассказывали биографию, что по юниорам высокого класса шорт-трекист был в чем-то биография схожая с Семхун Ли. Но из-за травмы не смог пробиться в сборную на Олимпиаду в Ванкувере. Ну и, правда, он еще долго достаточно оставался в шорт-треке, но несколько лет назад решил попробовать себя в конькобежном спорте. Ну вот посмотрите, что тут. Виталий Михайлов снова предпринимает рывок вместе с Шейном Вильямсом. Нет, ну не Шейн Вильямсом, а Грия Суки Цучи вместе с ним. Ну и что, это, в общем, два неплохого класса стайры. И так Данила Семеряков, мне кажется, немножечко так притормаживает всю остальную группу. Не бросается в погоню. Ну, такой ранний отрыв, безусловно, Макамая удался. Да, но получится ли здесь на финале? Ну, все равно хороший отрыв создает, посмотри, как он же достаточно много. И ребята уже знают, что нельзя отпускать, нельзя отпускать их все равно. Да, при том, что Виталий Михайлов-то в одиночку, по сути, убегал. А здесь Риасуки Цучи тоже, в общем, они по уровню своих результатов на пятерке класса высокого. И, в общем, так спокойно, если они, как в велосипедном отрыве, будут сменять друг друга, а они вот как раз это делают так, по кругу полидировали, меняются. И у них все получится, у них получится. Может, может вполне получиться вот этот отрыв. Но группа так немножечко зашевелилась. Правда, сейчас промежуточный финиш поборолись, как вот Джованин не выиграл третье место. А потом еще в Абихиро, я напомню просто, в Абихиро, помнишь, как ситуация складывалась? Ребята тоже группой уехали. Я потом Руслана спрашивал после забега, Руслан, что произошло, почему вы сразу-то за ним не побежали? Он говорит, ну просто вот упустили, и там уже дальше было бесполезно догонять. Вот падение. Падение – это Дион Чуд. И бесполезно было догонять. Не всегда складываются тактики. И, видимо, все равно в пилотоне друг друга сильнейшие ребята держат, придерживают. Ну да, отслеживают. И уже там почти полкруга перевеса сформировалось. И нет единства в пилотоне. Никто не определится, кто же возглавит погоню. Понятно, что у белорусов просто нет напарника, а японец, понятно, там в конце сидит он. Это точно не будет работать. Но Виктор Хальторуб вряд ли из тех, кто должен возглавлять погоню за серьезными стайрами. Так, еще одну промежуточную премию они соберут. Да, тут Вард Свинкс, Лио Венгер. Не показывают нам преследователей. Посмотреть бы внимательно за их работой. Что там Чонэн Ум и Китаяц. Это не Эннин, по-моему. Ну, тоже вот они поработали, поработали и бросили. А тут, в общем, чтобы догнать этих ребят, таких серьезных. Да, видимо, один из всего пилотона, это Виктор Хальторуб, понимает, что надо работать и ждет поддержки от всего пилотона, но никто не поддерживал этого. Ну, да, мы видим, что уже почти 9 секунд даже у Торопа выигрывает, и 10 секунд у всех остальных. Что, все остальные бросили бежать? Там такое ощущение, что Торопа так не бежит еще дальше, а Вард Свинкс и все остальные просто встали. Там уже бесполезно бороться. Это как в шорт-треке сейчас. Да нет, ну, если бы они встали сейчас, там, 3-4 человека, ну, условно, Бард Свинкс, Джованнини, Семеряков. С точки зрения, там, 5 километров, их результат, это их скорость, ну, никак не меньше. И мне сейчас бесполезно здесь между собой бороться просто бесполезно, что они делают. Не надо между собой бороться. Да, надо работать туда. Им надо просто договориться быстро и пойти в погоню. А этого не происходит. Этого не происходит, и уже, в общем, так, ну, уже все, по сути, все ясно. То есть не ясно только Цучия или Михайлов, кто из них придумал этот побег, и кто из них все-таки будет выигрывать. Ну, а Кальтороп спокойно едет на третье место. Ну, а все остальные, видимо, берегут, снарягут друг друга с точки зрения борьбы за Кубок Мир. Там, ну, очки небольшие, поэтому, ну, первая четверка, черный номер, Бард Свинкс, Руслан Захаров. Так они уже на круг догоняют, посмотри. Ну, они сейчас поснимают всех, да и все. Что творится? Да, Джордан Белкас, ну, в общем, да, влились в общую группу и могут спокойно здесь теперь катиться друг друга просто истеречь. Интересно, вот кто из них же все-таки выиграет. Михайлов и Цучия. Чуть-чуть есть возможность передохнуть, потому что, конечно, поработали-то очень солидно. Они еще и эту группу ждали. Они сейчас, им надо дальше уходить. По идее, этот весь пелотон уже все дисквалифицирован, потому что он на круг был... Извините, да, зато я... Ну, Руслан Захаров здесь, где датчанин только, вот непонятно. Ну, понятно, что в спринтерской разборке на финише Цучии Михайлов принимать участие не будут. Им главное не упасть. Ну, Михайлов, по-моему, отпустил Цучию. Да, Михайлов в этой группе последний, Цучий чуть-чуть впереди. Ну, что, Симон Скаут не пошел. Ну, тем не менее, второе место. Ой, падает Руслан Захаров. Руслан Захаров, проходит, падает уронение. Ну, как-то, шевтрекист, второй старт, головой такой важный старт, падает Руслан Захаров. При том, что я знаю, что ребята очень серьезно подходят. Что Данила, что Руслан, они под каждый старт меняют лезвие специально под масс-старт, который выточен чуть с большим овалом для того, чтобы возможность регулировать повороты. Да, 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 оставлять повороты. По тренировочной дорожке там радиус еще меньше. Туроп третий? Ну, по идее, да. Да, Цучи выиграл. Ну, сейчас, конечно, совсем не разобраться, что там в Кутки Мира. Ну, Цучи большого переполоха в Кубке Мира не наведет, потому что он был лишь 12-м. Ну, вот, да, благодарят друг друга. Ну, что, Виталий Михайлов серебром. Ну, в Кубке Мира поднимутся, безусловно, они высоко, но Цучи даже с этой победой, ну, 350 очков, этого, это меньше, чем было до этого этапа у лидирующей четверки. Ну, вот, это как раз начало этого отрыва, буквально где-то на втором, на третьем круге они пошли в отрыв. И инициатором отрыва-то был как раз Михайлов. Вот момент, когда на кругу догоняют всех. Сейчас мы еще посмотрите, что там с Русланом получилось, да? Просто сам. Да, левая. Ну, вот, чуть-чуть кто-то и коснулся его в спину, в спину, но так, в общем, серьезного удара не было. Ну, и вот финиш Риасу Пицучи. Он уже победно скинул руки, Андре Джованни нечет целый круг бежать. Ну, и японцы, безусловно, радуются. Шейн Вильямсон и Риасу Пицучи. Вместе они и на многоборье, и на дистанциях уже работают. Ну, и вот Виталий Михайлов от Саши Румянцева и Виктора Александровича Сивкова тоже принимает поздравления. Мы много раз рассказывали, в этом сезоне Виталий Михайлов как раз вот в стаирской группе Сивкова работал. Ну, Саша Румянцев выиграл вчера Кубок Мира в стаирских дисциплинах. Ну, жаль, не слышим мы далеко шумовые микрофоны, только отголоски какие-то доносятся. Но о чем говорить, ребята, понять, к сожалению, невозможно. Ну, судя по жестам Виталия, он говорит о том, что догнал пилотон, и там не было возможности пройти дальше, потому что начали закрывать после их. Ну, да. Ну, там у Цучиев все равно чуть больше сил на финише осталось, он так поактивнее все-таки вел себя на финише. Ну, и, в принципе, если личные рекорды на пятерке вспоминать, у Цучиев это все-таки чуть повыше результат, чем у Михайлова. Личный рекорд, поэтому, наверное, силенок побольше. Ну, и вот Харальд Силов тоже впечатлениями обменивается, а он как раз упал, там, что-то с рукой у него. Ну, да, такое невероятное развитие событий, конечно. И Джуньян Мин тоже один из упавших. Ну, что, вот, наконец-то, результаты Мастарта. Цучиев Михайлов, Симонс Хаутен, третий, вот так вот. Ну, да, Торп, видимо, такая, Семеряков, седьмой. Ну, и еще там зачетку в кадре нам покажут хотя бы первую десятку. На сайте ее нет. Ну, и вот посмотрим эту табличку и будем уже завершать сезон 2018-2019. Хотя опять, да. Итак, Чону Нум все-таки выиграл Кубок Мира. Первая его такая победа. Ну, а Руслан вот из-за этого падения все-таки отдал третью позицию Лео Венгеру. Виталий Михайлов поднялся сразу на восьмое место. С одной победой и одним-вторым местом в сезоне. Ну, и неподалеку от первой десятки Данила Семеряков. Надеюсь, что и Семеряков в Захаровом и в следующем сезоне продолжат участвовать. Они хотят и любят много тортовать. И дай бог, чтобы они перестали падать. Что касается Захарова, перестали дисквалифицировать. Что касается Семерякова и одержали победу. Ну, а у Сула все там что-то серьезное. С рукой там на налет ему примотали. Ушибки, видимо, приличные. Ну, что ж, огромное спасибо вам за внимание. Заслуженный мастер спорта Евгений Лаленков и комментатор Матч ТВ благодарят вас за внимание. И теперь ждем ноября, когда снова Кубок мира привлечет наш конькобежный, привлечет наше всеобщее внимание. До свидания. Увидимся в следующем сезоне.